Дорогие друзья, уважаемые коллеги, здравствуйте! Сегодня предметом для обсуждения нашей передачи будет очень серьезное и интересное гастроэнтрологическое заболевание аутоиммунный гастрит. И пригласила я сегодня для обсуждения этой проблемы очень интересных гостей, которые занимаются проблемой аутоиммунного гастрита глубоко, прицельно и достаточно давно. Сегодня у меня в гостях врач-гастроэнтеролог и эндоскопист Куваев Роман Олегович, сегодня у меня в гостях врач-онколог и эндоскопист Кашин Сергей Владимирович, и чуть позже к нам присоединится врач-морфолог-онколог Крайнова Екатерина Альбертовна. Здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо, что смогли приехать сегодня. Скажите, пожалуйста, пару приветственных слов. Уважаемые коллеги, мы очень рады приветствовать всех из студии Первого МедТВ. Наша команда сегодня не просто так и неспроста, наверное, присутствует на этой передаче. Мы действительно на протяжении последних лет очень активно и, самое главное, эффективно занимаемся изучением проблемы аутоиммунного гастрита. Наверное, в первую очередь с точки зрения онкологической практики, потому что все мы работаем в онкологической клинике. И, кроме того, несколько важных образовательных проектов, которые мы сейчас ведем, и в частности проект по новым эндоскопическим оптическим технологиям, как раз эти проекты затрагивают такие важные тематики, как аутоиммунный гастрит. Наша предыдущая программа была наполовину, наверное, посвящена проблеме диагностики аутоиммунного гастрита. И это не случайно. С одной стороны, мы понимаем, что при такой малой симптоматике у этих пациентов очень много зависит от такого профессионального умения врача-эндоскописта распознать это заболевание и проявить все свои клинические навыки. С другой стороны, сегодня с нами Роман Олегович Куваев, специалист, который очень на протяжении длительного времени занимается оптической диагностикой хронического гастрита. И совсем недавно Роман Олегович на крупнейшем конгрессе Всемирной организации эндоскопии представлял уникальную работу и уникальные данные нашей группы по обнаружению специфических новых эндоскопических признаков аутоиммунного гастрита. Это очень важно, потому что, найдя эти признаки, врач-эндоскопист, который не имеет даже какого-то огромного опыта диагностики такого типа гастрита, может с высокой долей уверенности сказать о том, что перед ним пациент с аутоиммунным гастритом и, соответственно, правильно выполнить биопсию. Я теперь хотела Роману Олеговичу, как он у нас сегодня главный доктор-гастроэнтеролог, поэтому все сложные вопросы в отношении аутоиммунного гастрита с точки зрения распространенности, симптоматики, патогенеза я приготовила, наверное, для Романа Олеговича. Давайте мы сразу перейдем к этой проблеме. И вот я хотела задать вам вопрос, поскольку у нас аудитория, она очень широкая, здесь не только гастроэнтерологи, которые все точно знают, какие бывают гастриты, почему, как. Можете нам вот коротко рассказать, а какие действительно кроме аутоиммунного гастрита бывают еще гастриты и чем отличается аутоиммунный гастрит, вот в чем его особенность с точки зрения, может быть, патогенеза, и насколько часто встречается аутоиммунный гастрит вот среди других гастритов? Очень хороший вопрос, поскольку когда мы все учились в медицинских учреждениях, в академиях, в университетах, мы проходили старую классификацию такой гастритов, гастрит типа А, гастрит типа Б, типа С. Она устарела или она устарела? Вы знаете, она достаточно универсальна, и вот обращаясь немножко к другим источникам, например, если брать такую традиционную немецкую классификацию, там тоже классификация очень похожая, А, Б, С, Д у них классификация, и аналогия абсолютно такая же. А. Аутоиммунный, Б. Это бактериальный, прежде всего геликобактерный гастрит, С. Это химический гастрит, гастропатии, и Д. Скажем так, другие гастриты, гастриты, которые имеют другую этиологию. Но, тем не менее, мы все учились, мы все понимаем, что есть тип А, тип Б, и когда мы заканчивали университеты, шли принимать пациентов, куда-то тип А девался сразу же. Вот если честно, мы вообще не встречались, и многие врачи, опытные врачи, как бы не говорили о том, что этот тип гастрита есть. И складывалось, конечно, впечатление, что тип А гастрит – это очень редкое заболевание. Мы можем прочитать во многих статьях о том, что аутоиммунный гастрит считается редким заболеванием. И действительно, мы можем получить такую статистику, что гастрит типа Б, геликобактер пилорисцированный гастрит – это 90% всех гастритов. Но, тем не менее, 10% – это другие гастриты, и аутоиммунный гастрит все-таки относится к ним. Может быть, это не очень частое по сравнению с геликобактер пилорисцированный гастрит? Есть какие-то данные статистики, сколько процентов от общего числа гастритов составляет аутоиммунный гастрит? Данные такие, что 90% – геликобактер пилорисцированный процесс, 10% – это как раз другие гастриты, включая аутоиммунный гастрит. То есть редкое заболевание, но есть другая статистика. Например, если брать пациентов с аутоиммунным тиреидитом, среди этих пациентов у третьих пациентов будет аутоиммунный гастрит, у 30%. Если брать, например, несколько аутоиммунных заболеваний, аутоиммунный тиреидит, сахарный диабет, витилиго, то у этой большой группы уже будет 50%. То есть здесь статистика не очень совпадает с той статистикой, которую мы получаем по гастритам. То есть это не просто редкое заболевание, это редко диагностируемое заболевание в большей степени. Поэтому в этой ситуации мы, наверное, не знаем истинную распространенность аутоиммунного гастрита. Здесь сразу вы обозначили какие-то факторы риска, на кого мы должны обратить большее внимание. Если перед нами женщина с аутоиммунным тиреидитом, то ее, наверное, имеет смысл направить, сдать анализы и проверить, нет ли у нее антител к клеткам желудка. Вот давайте вы нам коротко еще можете рассказать о том, каков патогенез аутоиммунного гастрита. Он же, исходя из названия, у него ключевое какое-то отличие от бактериального. Что там происходит? Мы понимаем, что это аутоиммунные заболевания, но что происходит? Конечно, это действительно аутоиммунный процесс, который связан с агрессией иммунных клеток против париэтальных клеток желудка и компонентов париэтальных клеток к внутреннему фактору КАСЛА, протонной помпы, следствием которого является разрушение этих клеток и в целом исчезновение париэтальных клеток, возникновение на месте воспалительных изменений, фибротических изменений, атрофии и также метапластических изменений. Давайте напомним, что париэтальные клетки вырабатывают в желудке соляную кислоту. То есть в результате этой агрессии получается, что в желудке полностью отсутствует секреция соляной кислоты или сохранена несколько? Сложный вопрос, но у нас в значительной степени снижается. И, наверное, вам лучше знать, чем нам, какие именно цифры кислотности, ПАЖ, есть у пациентов с аутоиммунным гастритом. Вы сказали, что там какие-то клетки, да, клетки разрушают париэтальные клетки. А это клетки или антитела? Потому что в диагностике аутоиммунного гастрита мы все-таки используем антитела к париэтальным клеткам и антитела к внутреннему фактору кастла. Конечно, именно антитела являются главными, скажем так, агентами агрессии, выделяемые, соответственно, иммунными клетками. Но действительно антитела являются теми, скажем так, агрессивными компонентами, которые вызывают гибель париэтальных клеток с последствиями для человека. А есть какие-то данные, которые говорят о том, что, например, кто чаще страдает аутоиммунным гастритом? Молодые люди или, наоборот, более старшего возраста мужчины или женщины? Кроме того, что мы с вами обозначили, что одним из факторов риска является уже наличие каких-то других аутоиммунных заболеваний. Есть еще какие-то моменты, которые бы нас привели к диагнозу? Конечно. Если по статистике демографический женский пол преобладает, молодые пациенты в этой ситуации тоже преобладают. Молодые – это в каком возрасте? Пик такой заболеваемости, точнее диагностики, приходится на 40 лет. То есть все равно это атрофия в 40 лет, это скорее атрофия аутоиммунного характера. Просто я в своей практике, может быть, у меня так получилось, что я вижу женщин именно в период где-то около менопаузы, в возрасте 50-60 лет с аутоиммунным гастритом, не в возрасте 40 лет. Должен сказать, что мы в нашей практике, в онкологической, видим гораздо более молодой возраст. Пациентки и 20-25 лет приходят уже с нейроэндокринной опухолью для того, чтобы мы удалили ее, а это значит, что длительность атрофических изменений гораздо более… Ну, когда она началась? Она началась лет 10-15 назад уже. То есть возникновение аутоиммунной агрессии и начало атрофических изменений – это уже действительно детский возраст. Если обратиться к нашим коллегам-педиатрам, они много могут рассказать о том, что действительно… То есть в педиатрии тоже есть аутоиммунный гастрит? В педиатрии – это действительно проблема, и наши коллеги эндоскописты тоже делятся опытом, что действительно атрофия, она может возникать у детей в подростковом возрасте. Это видно. И как же мы получим карциноид в 25 лет, не имея при этом длительно протекающей гипергастриномии из-за выраженной долгой атрофии слизистой оболочки? Вы сейчас уже несколько раз сказали слово «опухоль», «карциноид», поэтому, видимо, пришла пора нам задать вопрос Сергею Владимировичу как онкологу. Какая связь между аутоиммунным гастритом и развитием опухолей? Роман Олегович очень детально рассказал патогенез заболеваний. Самое главное, что он сделал акцент на то, на кого мы должны обращать внимание как эндоскописты и онкологи, если все-таки перед нами молодая женщина с аутоиммунным теридитом, у которой мы при эндоскопическом исследовании видим признаки гастрита в теле желудка, то это, безусловно, тот пациент, на которого надо обращать повышенное внимание и направлять его на дообследование и на соответствующие анализы крови, в том числе посмотреть в анализы крови признаки анемии. Кроме того, мы когда обсуждали эту проблему нашей группой, на что бы я еще хотел обратить внимание наших терапевтов и гастроэнтерологов. Если перед вами пациент с анемией, и если это достаточно относительно молодого возраста женщина, то, конечно, тогда, когда я начинал работать в онкологической больнице, всех пациентов направляли на колоноскопию. Всегда искали рак кишечника. Сейчас мы абсолютно по-другому к этой ситуации относимся, потому что анемия – это тот признак, который сопровождает аутоиммунный гастрит и, возможно, сопровождает нейроэндокринные опухоли, которые мы видим у пациентов с аутоиммунным гастритом. Поэтому фокус на обследовании таких пациентов и внимание должно быть повышенным и особенным, потому что гиперплазия энтерохромофийных клеток может сопровождаться и наличием дисплазии, о которых расскажет... Екатерина Альбертовна, и тогда мы имеем возможность... Нет, нет, я знаете, что хотела, простите, что я перебиваю, просто вы рассказываете так, как будто люди понимают, какая связь, да, но вот нас же смотрят все-таки, может быть, и терапевты, которые не вполне понимают, какая связь между аутоиммунным гастритом и какими-то там новообразованиями. Вот вы нам расскажите, что там происходит и какой вообще риск там образования этих... Связь здесь очень логичная, потому что гастрин при повреждении притальных клеток, который образуется в большом количестве, он, конечно, стимулирует энтерохромофин подобные клетки, и возникает их не только гиперплазия, но могут возникать диспластические изменения в энтерохромофин подобных клетках, которые располагаются как раз в фундальном отделе желудка. Поэтому здесь связь достаточно понятна, может быть, в меньшей степени она понятна при раке желудка, точнее, она понятна, потому что на фоне атрофии мы видим аденокарциному, но почему не так часто у нас есть пациенты с аденокарциномой на фоне атрофического фундального гастрита, вот это, конечно, сейчас, наверное, вопрос, который подлежит изучению. И вообще, готовясь к этой передаче, мы тоже посмотрели последние международные стандарты, в которых даже не прописаны четкие сроки наблюдения за такими пациентами, то есть нет понимания, как таких пациентов надо наблюдать, то есть это заболевание, которое сейчас на пике изучения и на пике такого повышенного внимания эндоскопистов, онкологов и гастроэнтерологов. Можно я чуть-чуть добавлю? Роман Олегович, да, может быть, что-то еще про рак желудка. Вот про портрет пациента, чтобы сразу закончить этот вопрос, действительно так, чтобы четко обозначить тех пациентов, которые действительно направляют на колоноскопию, чтобы исключить опухоль пациента с анемией. Молодые пациентки с анемией, вот у этих категорий, у этой категории пациентов гораздо больше шансов, что мы найдем именно аутоиммунный атрофический гастрит, чем большой опухоль, которая создает анемия. Поэтому в этой ситуации нам нужно действительно понимать портрет пациента с аутоиммунным гастритом. Это женский пол, это молодой возраст, это анемия, причем не обязательно классическая B12-дефицитная анемия, это и железодефицитная анемия. Это, конечно, сопряженное аутоиммунное заболевание с самой распространенной, это аутоиммунный тиреозит. И если мы имеем такое сочетание аномнистических факторов, мы уже готовимся к тем признакам, увидеть те признаки, которые, скорее всего, мы увидим в желудке и диагностируем аутоиммунный гастрит. Об этом мы и говорим на наших образовательных курсах нашим врачам-эндоскопистам. Введите в своей практике чек-листы, опросите пациента, поговорите с пациентом, выясните жалобы. И если те факторы риска, о которых мы только что сказали, как-то все вместе совпадают, будьте внимательны и смотрите на те признаки, о которых мы немножко позднее расскажем. То есть от врача, что я хочу сказать, от врача-эндоскописта зависит, наверное, половина успеха в диагностике аутоиммунного гастрита и, самое главное, нейроэндокринных опухолей и ранних форм рака. Вот, да, я хотела как раз, заканчивая вот эту вводную часть, подвести итог, что почему мы говорим об аутоиммунном гастрите, потому что это заболевание является фоновым, правильно, да, я говорю, для нейроэндокринных опухолей, для аденокарциномы желудка, для чего еще? Все? Да, наверное, вот здесь я чуть-чуть добавлю, аутоиммунный гастрит представляет собой такую уникальную платформу гистологическую для формирования. Для развития самых разных форм рака. Да, причем каких? Вот Сергей Владимирович сказал, конечно же, это нейроэндокринные опухоли, совершенно понятно, почему. Еще раз повторюсь, когда снижается количество кислоты, компенсаторно происходит повышение гастрина для того, чтобы стимулировать эту кислоту, но клетки уже умерли, поэтому длительность, существующая гипергастриномия, она вызывает пролиферацию как раз ЕЦЛ клеток, вот этих эндрохромофиноподобных клеток, и уже их рост может быть не совсем правильный и является опухолевым ростом, это разорождение карциноида, собственно, нейроэндокринопухоли первого типа. Но также все-таки это атрофические изменения, которые сосуществуют вместе с метапластическими изменениями, и зоны, например, мы часто видим и участки, помимо диффузной атрофии, очаги кишечной метаплазии, которые создают свое микроокружение для формирования аденокарциномы кишечного типа. Это немножко более редкая ситуация, но тоже объяснимо и понятно. А еще уникальность аутоиммунного гастрита состоит в том, что помимо традиционной кишечной метаплазии мы часто встречаем псевдопилорическую метаплазию, это антрализация, то есть появление клеток пилорического типа, антрального отдела желудка в теле. Но мы об этом чуть попозже поговорим. И это источник других видов опухолей. Аденокарцином, так называемого, желудочного типа. Пилорические аденомы и пилорические аденокарциномы, так называемые, которые сейчас время от времени демонстрируются нашими коллегами-эндоскопистами, они все диагностируются на фоне аутоиммунного гастрита. То есть это такое уникальное заболевание, по сути, когда болеет молодой человек, чаще всего женщина, и это плацдарм для возникновения огромного количества разных типов новообразований. Самое главное, те карциноиды, которые мы видим, они, в общем-то, микроскопические. Они имеют размеры, ну, все практически в подавляющем числе случаев, это нейроэндокринные опухоли типа 1. Они имеют размеры менее 1 сантиметра, и не так-то их просто диагностировать, потому что те признаки, о которых мы тоже сегодня поговорим, они делают диагностику, ну, скажем так, затрудняют диагностику поверхностных микроскопических изменений слизистой оболочки. И еще раз хочу подчеркнуть, что неспроста вы тут пригласили команду эндоскопистов, потому что от эндоскописта очень во многом зависит судьба пациента. Я бы как раз хотела рассказать сегодняшний случай, что если эндоскопист не знает, как выглядят эти образования, он их никогда не диагностирует, да, потому что вот у меня сегодня как раз на приеме была женщина, 58 лет, которая давно лечится, у нее какие-то такие очень неспецифические симптомы, когда-то горечь во рту, когда-то жжение, когда-то жжет язык, какие-то боли в эпигастрии, и ей совершенно не помогают ингибиторы протонной помпы, которые она пьет уже один, второй, третий, в высоких дозах, комбинирует, и вот когда она мне показала свою эндоскопию, то здесь вот такие вот, такое вот описание, подслизистые мелкие образования тела желудка, и в скобочках эндоскопист пишет, аберрантная поджелудочная железа под вопросом, то есть очень многие эндоскописты, ну то есть непонятно, что это, да, но то есть эндоскопист, который не знает, как это все выглядит, он может интерпретировать вот совершенно, как, да. Я очень уверен. Научить эндоскописта видеть, это как раз задача вот нашего нового проекта, но еще раз акцент даже не то, что надо научиться видеть, это не так может быть сложно, надо иметь четкий план на эндоскопию. Мы должны как работать еще как клиницисты, все-таки внимательным быть к самим пациентам, и вот при тех симптомах, еще раз повторюсь, и при тех факторах риска мы можем сфокусироваться на поиске этих мельчайших образований, и неважно, как интерпретирует их эндоскопист, важно, что он их увидел и выполнил биопсию. Вот это ключевой момент, но он должен искать, при таком портрете пациента, искать именно такие мельчайшие образования, и именно в фунтальном отделе желудка. Так, хорошо, давайте, прежде чем перейдем к эндоскопии, я вижу, что вам не терпится об этом рассказать, но нам надо чуть-чуть поговорить о клинике. Есть ли какие-то симптомы у аутоиммунного гастрита? Жалуются ли на что-то пациенты, Роман Олегович? И, может быть, анализ крови нам поможет, биохимический анализ, что там, гастропанели, антитела. Вот расскажите нам, как у нас до эндоскопии может идти диагностический поиск? Важный тоже момент, именно терапевтический, гастроэнтерологический, конечно же, помимо онкологического. Но мы все прекрасно знаем, что пациенты с аутоиммунным гастритом очень часто, очень сильно жалуются на всё. И дело в том, что когда мы проводим диагностику и понимаем, что это пациент с аутоиммунным гастритом, всё начинает вставать на свои места. Например, диспепсия по типу постпрандиального дистресс-синдрома, тяжесть в эпигастрии, мы понимаем, что она ассоциирована также с гипохлоргидрией, и всё объясняется основным заболеванием. Синдром избыточного бактериального роста, который, конечно же, сопутствует наших пациентов с гипохлоргидрией, аутоиммунным гастритом, очень часто, вызывает целый спектр известных симптомов. Они не специфические, то есть пациентам часто ставят синдром раздражённой кишки, разных вариантов. То есть вздутие, диарея. Вздутие, диарея, нарушение стула, оно, конечно, обусловлено тем фактом, что в целом фактор, постоянно присутствующий в организме, фактор, который вызывает синдром избыточного бактериального роста, находится у этого пациента и будет находиться. То есть здесь мы можем понимать и объяснить пациенту, что с ним происходит, и, может быть, даже спланировать правильно следующие шаги по предотвращению этого. Как, например, при дивертикулярной болезни, когда дивертикулы тоже никуда не деваются, но и служат источником, скажем так, изменений микробиоты. И вот если брать, например, дивертикулярную болезнь, циклическая терапия рифоксимином, один из вариантов профилактики каких-то проблем. Но она, кстати, сейчас не везде поддерживается. Да, но когда мы понимаем, что это аутоиммунный гастрит, мы можем объяснить массу различных гастроэнтерологических симптомов. И не только. Например, это полинейропатия. Например, это даже полинейропатия ассоциирована с какими-то гастроэнтерологическими проявлениями. Как у вашей пациентки сегодня. Жжение языка, изжога. Ингибиторы не помогают. Что это? Скорее всего, это функциональные нарушения, которые являются, наверное, не только психосоматической природой, а в целом хронический дефицит В12, витамина В12, являются серьезным источником развития не только периферических нейропатий, но и в целом психических определенных нарушений. Витамин В12 расскажите тоже нашим зрителям, почему у них возникает дефицит витамина В12. Да, в плане анемии, к сожалению, с витамином В12 все действительно плохо, поскольку пепсиноген, который выделяется клетками тела желудка, он распадается на пепсин, собственно, и выделяется также фактор Касла, благодаря которому происходит связывание с витамином В12, и именно этот комплекс, внутренний фактор и витамин В12 могут всосаться в тонкой кишке. Если этого нет, витамин В12 просто не всасывается, и возникает дефицит. Поэтому в этой ситуации нам можно помочь пациенту только одним способом, парентеральным введением витамина В12. А витамин В12 нам нужен для синтеза миелиновой оболочки нервных волок. Если нет витамина В12, то возникает полинейропатия, куда входит вот это вот жжение языка, гласит, но у них еще начинаются парастезии, насколько я помню, то есть какие-то покалывания в руках, шаткая походка, но это уже тяжелые нарушения, потому что, конечно, в печени есть депо витамина В12, и все эти процессы наступают уже через, наверное, годы течения аутоиммунного гастрита. Поэтому еще раз фокус на раннюю современную диагностику. То есть какой-то специфической клинической картины нет, но по каким-то вот таким посвенным признакам мы можем начать догадываться. Например, когда они помогают ингибиторы протонной пумпы. Человека слечат с гастритом антисекреторными препаратами, а ему становится только хуже. А что с анализами? Да, в этой ситуации анализы нам очень хорошо могут помочь. Анализ крови на оценку баламин. Прежде всего измеряем уровень витамина В12. Если он снижен, значит мы корректируем. Для сериологической верификации используется пепсиноген-1, пепсиноген-2. Отношение пепсиноген-1 к пепсиноген-2 – это, в принципе, диагностика атрофических изменений тела и желудка, безотносительные этиологии. Но, тем не менее, мы можем сериологически подтвердить, если это уже было, например, сделано при морфологическом исследовании, мы можем убедиться, что действительно здесь есть... Роман Олегович, здесь я с вами не совсем соглашусь, потому что когда я подозреваю аутоиммунный гастрит, я обычно не назначаю гастропанель, потому что это достаточно дорогостоящие исследования, и все равно в итоге мы не будем понимать, есть аутоиммунный процесс или это атрофический процесс другой этиологии. Я назначаю антитела сразу. Два вида антитела. Это антитела к париэтальным клеткам желудка. Они имеют относительно хорошую чувствительность и специфичность, поэтому их действительно можно использовать. К сожалению, не всегда, когда мы имеем, допустим, отрицательный результат, не всегда мы можем гарантированно сказать, что здесь нет аутоиммунного гастрита. Особенно, если есть типичная эндоскопическая картина, морфологическое подтверждение, ну и данные гастропанели, например. Антитела к фактору КАСЛа не всегда выявляются, но они имеют очень высокую... Низкая чувствительность у них. Да, но имеют высокую специфичность. Ну, то есть комплекс два вида антитела... Ну, конечно, гастрин. Уровень гастрина, как правило, очень высокий, поэтому здесь это дает нам, скажем так, понимание того, что здесь не все хорошо. Так, ну что, перейдем теперь к эндоскопии. Эндоскопия – ключевой аспект диагностики. Здесь, опять-таки, у меня к вам очень большой вопрос, потому что ведь все эти пациенты годами ходят с результатами множественных эндоскопий, и у меня такое ощущение складывается, что эндоскописты не видят, что это аутоиммунный атрофический гастрит. То есть они могут написать, да, атрофический гастрит, могут даже взять биопсию, но вот эти пациенты, как они попадают ко мне? Они попадают ко мне, когда им ничего не помогает, и их направляют на суточную по ашампедансиметрию, чтобы исключить желчные рефлюксы в пищевод, потому что у них изжога, вжжение языка и так далее. И вот таким образом, когда я вижу, что в желудке абсолютно отсутствует соляная кислота, то есть это очень удивительно, потому что у всех людей, даже с обычным хеликобактер пилори, ассоциированным, атрофическим, тотальным, пусть даже гастритом, кислота всегда есть. А вот при аутоиммунном гастрите там просто нулевая кислотность. И при этом я смотрю на результаты эндоскопического исследования, и там ни слова нет о том, что исключить аутоиммунный гастрит. Поэтому расскажите нам, все-таки эндоскопист видит именно, что это аутоиммунный природой процесс или нет? Видит. Но я еще раз хочу сказать, что здесь нужен все-таки врач-специалист, гастронтролог или грамотный терапевт, который объединит все данные, которые есть по обследованию пациента. Ни одна эндоскопия, ни антитела, о которых мы говорили, которые могут иметь там невысокую чувствительность, фактору Касла 60%. То есть стопроцентной диагностики у всех, может быть, получить не удастся. Но, конечно, мы сегодня поговорим, я с удовольствием передам слово Роману Олеговичу, о том, как эндоскопист вообще должен в этой ситуации действовать. Эндоскопист должен найти аутоиммунный гастрит. По крайней мере, признаки аутоиммунного гастрита нам понятны. И выполнить биопсию из тех точек, которые тоже сегодня всеми протоколами зафиксированы. Вот ключевая задача современного врача. Ну, действительно, лучше, наверное, показать, чем просто рассказывать словами и описывать, что мы видим при эндоскопии. Вот, коллеги, посмотрите, как может выглядеть хронический аутоиммунный гастрит. Атрофический гастрит с преимущественным поражением тела желудка. Ну, конечно, вряд ли эндоскопист может однозначно утверждать, что это, допустим, аутоиммунный процесс. Мы не видим, конечно же, антител. Но сопоставляя те данные, которые мы получаем только при эндоскопии, мы можем сделать такой вывод. То есть, о чем идет речь? Речь идет о том, что все признаки выраженной диффузной атрофии находятся в верхней части желудка, в теле желудка. И отсутствие всяких признаков атрофии в антральном отделе желудка. О чем идет речь? Есть триада, классическая триада признаков, которая очень давно регламентирована, все ее эндоскописты знают. Это бледность слезистой оболочки, это визуализация сосудов подслезистого слоя. Они не должны быть видны в отсутствии истончения, атрофии слезистой оболочки и исчезновения желудочных складок. Складки полностью могут быть разглажены, как здесь на слайде, слева, где изображена эндоскопическая картина тела желудка. И на большой кривизне мы видим просто ровную поверхность без какой-то складчатости. Роман Олегович, простите, вас перебью. То есть вот этот самый главный акцент, если я правильно его услышала, что в антральном отделе атрофии нет, в отличие от классического гастрита, ассоциированного с хеликобактер пилори, а все процессы локализуются в первую очередь в теле желудка. Именно так. Абсолютно наоборот. Если сравнивать это с геликобактер пилори, ассоциированным с гастритом, поскольку атрофические изменения при геликобактер пилори, ассоциированном с гастритом, появляются именно в антральном отделе желудка, перекидываются на угол желудка, далее распространяются по малой кривизне и уже потом охватывают переднюю и заднюю стенки, большую кривизну тела желудка. При аутоиммунном гастрите процесс диффузный, процесс во всех зонах практически одинаковый в тело желудка, а антрум никак не повреждается. Но обратите внимание, как нам добиться при эндоскопии, визуализации этих признаков. То есть подготовка к эндоскопическому осмотру очень важна. Например, первый слайд. Это этапность осмотра одного пациента с разницей буквально 2-3 минуты. То есть первое, если мы не аспирируем содержимое, не очистим слизистую оболочку, мы не видим вообще ничего, мы увидим только какие-то большие крупные поражения и мы ничего не сможем сказать про изменения в теле желудка. Дальше. Хорошо. Вот минимальное количество воздуха мы запускаем для того, чтобы расправить складки. Обратите внимание, складки вроде бы есть. Складчатость сформируется. Продолжаем расправлять складки путем инсуфляции воздуха или в ряде случаев углекислого газа. И складки тают на глазах. То есть складки большой кривизны полностью расправляются. Роман Олегович, извините, еще раз перебью. А вот это возможно сделать, если пациент без наркоза? Или все-таки, если мы подозреваем аутоиммунный гастрит, надо вводить наркоз и вот так вот? Это мы можем сделать при, и как и любой другой качественный осмотр, при эндоскопии, можем сделать при хорошей переносимости пациента. То есть наркоз не обязателен? Наркоз не обязателен, но если пациент плохо переносит, нам нужно сделать что-либо, чтобы пациент хорошо переносил и чтобы мы хорошо посмотрели. Поэтому, если пациент постоянно срыгивает вот этот воздух, мы никогда не сможем адекватно расправить складки слизистой оболочки и посмотреть, есть ли там все наши признаки атрофических изменений. Так, то есть если у нас нет аутоиммунного гастрита, даже когда желудок раздули, там все равно складки сохраняются? Даже когда желудок максимально раздут, все равно маленькие тяжи, большой кривизны, небольшая складчатость остается. Конечно, они уменьшаются в размерах благодаря растяжению, но такой картины, как сейчас представлено на слайдах, мы никогда не получим в норме при нормальной слизистой оболочке тела желудка. Роман Олегович, еще я можно сделаю маленькую ремарку к нашим зрителям? Если у вас возникают какие-то вопросы сейчас, вы, пожалуйста, их пишите в наш чат, я забыла об этом сказать в самом начале, и мы, у нас еще присоединился к нам доктор-морфолог, мы постараемся на все ваши вопросы ответить. Дальше. Да, и все-таки помимо основной триады, которую мы все прекрасно знаем, бледность, визуализация сосудов последистого слоя, исчезновение складок, японские специалисты выделяют еще ряд признаков, которые могут быть характерны только для аутоиммунного атрофического гастрита. И одним из таких ярких признаков является вязкая слизь. Конечно, такой тяжелый для смывания вязкий секрет мы видим и при геликобактер-пилорисцированном гастрите на большой кривизне. Однако, такой очень типичный признак, с которым мы всегда сталкиваемся в плане адекватной визуализации поверхности слизистой оболочки, это вязкая слизь на поверхности слизистой оболочки тела желудка. Антральный отдел желудка может быть не вполне нормальный. Например, красные полосы, очаги эритемы, линейные очаги эритемы. А эрозии могут быть? Могут быть эрозии, могут быть очаги кишечной метаплазии, например, встречаться в антральном отделе желудка. Но это не проявление каких-то тех процессов, которые есть в теле желудка. Поэтому антром не обязательно должен быть нормальный в этой ситуации. И как раз, когда у нас плохое раздувание тела желудка, мы не распознаем эти признаки из-за плохой подготовки к осмотру, мы акцентируем все наше внимание на антральный отдел желудка и ставим диагноз поверхностного антрального гастрита. А на самом деле у пациента совершенно другой гастрит, другой локализации и других изменений. Описывается так называемая циркулярная складчатость антрального отдела желудка. Очень интересный такой феномен, такой здоровой слизистой оболочки антрального отдела желудка. Также при аутоиммунном гастрите тела желудка характерны участки сохраненной слизистой оболочки. Мы часто видим, возможно, как вы сегодня описывали эндоскопическую картину, нам, конечно, остается только догадываться, что там на самом деле, но некие подслизистые множественные образования, это в том случае, наверное, либо карциноиды, потому что они действительно такие субэпителиальные, точнее эпителиальные, но находятся в глубине железы, желудка эти процессы, либо это участки сохраненной слизистой оболочки, которые часто интерпретируются как полипы. И вот такой псевдополипоз – это еще одна типичная картина хронического аутоиммунного атрофического гастрита. И вот из этих образований нужно брать биопсию? Как раз из них биопсию не нужно брать, потому что это остатки нормальной, ну, если можно так выразиться, сохраненной слизистой оболочки тела желудка. А вот как понять? Вы сами сказали, что непонятно, это карциноид или это нормальная слизистая оболочка? В данном случае это очень предельно понятно, поскольку структура соответствует фавиолярному эпителию, фундального типа, тело желудка. А карциноиды имеют чуть-чуть другую характеристику, они яркие, они с гиперемированной поверхностью, с расширенными, резко расширенными сосудами. Конечно, бывают и определенные подозрения на телеизменения, и в данном случае, если мы увидим что-то такое, ярко-красное пятно в одном из этих участков, мы обязаны взять прицельную биопсию, потому что там действительно может быть карциноид. А вы нам покажете, как выглядят карциноиды? У нас тема про карциноиды, поэтому про карциноиды мы, наверное, очень подробно в следующий раз. Да, и такие относительно неожиданные новые признаки, которые были также описаны, это так называемые белые точки, так называемые white globe appearance, это маленькие белые точечные образования в виде шариков, они находятся не на поверхности, а чуть-чуть глубже. Тоже в теле желудка? Тоже в теле желудка, и они впервые были описаны исключительно для рака желудка, то есть их обнаружили только в зоне раннего рака желудка дифференцированного типа. И японские специалисты определили гистологически, определили их как некротические изменения, которые имеют такой белый цвет, и мы можем их идентифицировать именно при эндоскопии. Но, как оказалось в дальнейшем, такие же белые точки японские авторы нашли и в случае аутоиммунного гастрита. А что это при аутоиммунном гастрите? Это скопление чего-то? При аутоиммунном гастрите это тоже скопление некого белого вещества, расширяющего железу, но в случае аутоиммунного гастрита это вязкая слизь, а не некротические изменения, как при раннем раке. Поэтому на эти белые точки мы можем тоже ориентироваться. Но изучая эту проблему достаточно давно, мы наткнулись на еще один другой феномен. И тоже такие маленькие точечные очаги, но они не белые. Они бледные, иногда скорее более темные, абсолютно бесструктурные, но имеющие такой сеть, внутри сеть сосудов в виде клубочков. Я вижу даже, извините, что перебиваю, что вы описали впервые эти изменения, правильно? То есть это ваше открытие? Мы консультировались очень много с нашими японскими коллегами, пытали их, есть ли какие-то японские данные про вот этого рода изменений. Но они откровенно нам в итоге сказали, что таких публикаций еще нет. Хотя после того, как мы выступили на Конгрессе в этом буквально месяце в мае, на Всемирном Конгрессе по эндоскопии, действительно с первой публикацией в отношении этих новых маленьких образований, мы их назвали GLOMOS-like lesions, то есть клубочковое образование, коллеги, даже наши отечественные коллеги согласились, что они действительно иногда видят что-то подобное, но никогда не было ответа в литературе, что это. То есть оно это, наверное, можно увидеть только если есть в руках какая-то аппаратура высокого разрешения, да? Безусловно, мы это изучали с помощью эндоскопов с увеличением в узком спектре света. Но, например, возвращаясь немножко назад к этому слайду, можно обратить внимание, что, сейчас я покажу, вот здесь есть белая точка, а вот множественные, точечные, такие бледные, не белые, а, наверное, даже более темные очаги окружают ее. И это как раз наши GLOMOS-ы, GLOMOS-ные образования, которые мы действительно можем детально рассмотреть с помощью увеличительного эндоскопа, но они видны и при эндоскопии в белом свете. И что это такое? Конечно, мы брали прицельно биопсию, мы даже удаляли, при удалении нейроэндокринных опухолей, которые захватывали часть слизистой оболочки с этими маленькими точечными образованиями. И интересный, каждый раз мы получали очень специфический, интересный ответ, что это в этих зонах концентрируется как раз эндокриноклеточная гиперплазия, которая действительно является проявлением выраженности, длительности атрофических изменений в теле желудка на фоне аутоиммунного гастрита. То есть это гиперплазия энтерохромофиноподобных клеток. Да, и в данном случае мы видим, что и могут быть совершенно точно сочетания и вот этих белых точек, белых шариков и наших гломусных образований, которые являются немножко другим феноменом, но тем не менее эти признаки позволяют нам сделать такой надежный вывод о том, что скорее всего здесь аутоиммунный гастрит. Дело в том, что мы проанализировали группу пациентов с распространенным атрофическим гастритом, связанным с инфекцией геликобактер пилори. И у этих пациентов не было найдено подобных изменений, и при морфологии, соответственно, это совершенно неудивительно, не было найдено эндокринно-клеточной гиперплазии. Очень специфичный признак. Мы обнаруживали этот признак у каждого пациента с выявленной нейроэндокринной опухолью. Поэтому специфичность, она приближается к 100%. Чувствительности не очень понятно, поскольку у нас много очень пациентов, мы взяли в группу очень много пациентов с нейроэндокринной опухолью, их было чуть больше 30%, поэтому это очень огромный процент. И как этот признак можно использовать в клинической практике с точки зрения чувствительности, нам еще, наверное, предстоит это изучить. Но то, что это, если мы это видим, это гарантированный признак как раз аутоиммунного гастрита, это факт. Давайте мы Романа Олеговичу простим немножко для наших зрителей, простых эндоскопистов-гастроэнтерологов, не таких глубоко погруженных в проблему. Значит, что нас должно насторожить в плане аутоиммунного гастрита, это тотальная атрофия тела желудка и достаточно сохранный антральный отдел желудка. Густая вязкая слизь тоже в теле и какие-то белые пятнышки. Белые пятнышки, ну и в ряде случаев мы видим сохраненную слизистую оболочку, в виде таких бугорков, каких-то в кавычках подслизистых отчагов, образований. Действительно, это может иметь очень причудливую форму такую. Но, тем не менее, задача врача-эндоскописта не только увидеть, но и подтвердить это морфологически. Сейчас мы перейдем, я сейчас должна представить крайновую Екатерину Альбертовну, которая сейчас нам прояснит, в конце концов, как эндоскопия с морфологией, может ли нам дать ключ в установлении диагноза аутоиммунного гастрита. Роман Олегович, ну вы нам расскажите, вот мы привыкли, что если мы имеем дело с гастритом, мы обязаны взять биопсию по вот этой системе OLGA. Насколько она в данном случае работает, насколько она помогает нам установить диагноз, или если мы подозреваем аутоиммунный гастрит, мы должны как-то по-другому брать биопсию? Ну, если честно, наша задача верифицировать процесс. Каким образом, если говорить про гастрит, взять биопсию из двух отделов, из центрального отдела желудка и из тела желудка. В разные контейнеры? В разные контейнеры, да. В данном случае, когда мы имеем дело с атрофическими изменениями. И здесь уже существует, по большому счету, два варианта. Либо мы используем сиднейские протоколы, берем пять точек и можем отправить морфологам и для описания по сиднейской системе, и для стадирования по OLGA-OLGIM. То есть, вот эта система гистопатологического стадирования, ее главная и, пожалуй, такая единственная цель – это просто стратификация риска рака. А вот детали, детальное изменение слизистой оболочки, их особенности – это все мы как раз видим не в стадии по OLGA или OLGIM, а в описании, в том числе и в описании характерных определенных особенностей, благодаря которым мы можем понять или морфолог может нам сообщить о том, что, возможно, здесь как раз аутоиммунный гастрит. Да, тогда давайте мы зададим вопрос Екатерине Альбертовне. Вот пока вас не было, я говорила о том, что я в своей практике никогда не видела, чтобы диагноз аутоиммунного гастрита устанавливался на основании эндоскопии с биопсией. Либо эндоскопист не видит, что есть признаки аутоиммунного гастрита. А если он все-таки взял биопсию, то морфолог, ну никогда, я своими глазами никогда не видела, чтобы морфолог написал, что имеются признаки аутоиммунного гастрита. Есть ли они какие-то морфологические? Пишите ли вы такое в заключении? Какая на сегодняшний день картина у нас? Мы тоже не так давно начали это делать, но мы действительно сейчас выявляем, патологоанатом может помочь при постановке диагноза. И это одна из ключевых ролей, это патологоанатом при первичной диагностике любого типа гастрита, безусловно. Надо понимать, что геликобактерный мультифокальный атрофический гастрит и аутоиммунный гастрит это абсолютно два разных заболевания. При аутоиммунном гастрите поражение тела связано с гистологическим строением, поскольку при аутоиммунном гастрите поражаются именно фундальные железы, железы которых нет в антральном отделе. Именно поэтому весь процесс направлен на тело. Вы это как-то видите глазами? Безусловно. Мы это видим, особенно если взято все, как правильно сказал Роман Олегович, с учетом сиднейской классификации, в любом случае при гастритах, когда мы видим изменения, антральный отдел нужно брать отдельно, тело, желудка нужно брать отдельно, потому что при аутоиммунном гастрите настолько развивается атрофия в теле, что мы порой не можем его на гистологии отличить от антрального. Там происходит антрализация желез. И когда мы получаем авантрумия изменения, связанные с небольшими, возможно, воспалительными изменениями и реактивными изменениями, а в теле мы смотрим и видим практически отсутствие собственных желез и выраженную воспалительную инфильтрацию, то с учетом эндоскопических данных, то, что написал врач-эндоскопист, мы можем заподозрить аутоиммунный гастрит и написать это в своем заключении. Ну, то есть, получается, фактически единственным признаком аутоиммунного гастрита при морфологическом исследовании является исчезновение желез, да? То есть, больше вы ничего не видите, каких-то специфичных клеток, там, лимфоцитов, каких-то там гиперплазий. Ну, во-первых, как правило, мы не видим самого гелькобактера. Это тоже важное условие. Атрофия собственных желез нет. Существует абсолютно комплекс признаков, которые должны учитываться. Ну, вот кроме атрофии желез. Атрофия, только что мы проговорили об эндокринно-клеточной метаплазии, которую мы достаточно часто видим, особенно при прогрессировании процесса при длительном развитом гастрите во времени, не выставленном когда-то давно. То есть, у человека брали биопсию, но аутоиммунный гастрит не был выставлен, соответственно, никакого лечения по этому поводу не проводилось. Поэтому есть несколько признаков. Во-первых, преимущественно тело, то есть, учитываем это. Второй признак может быть кишечная метаплазия. Это не такая характерная прям, но мы понимаем, что здесь есть атрофия. А кишечная метаплазия где? В теле? В теле. В теле. В теле. Хроническое воспаление, как правило, очень выраженное, связанное с лимфоцитами. Мы можем видеть лимфоидные фолликулы. При этом активность самого воспаления, то есть, наличие лейкоцитов, нейтрофильных лимфоцитов, она, как правило, умеренная или низкая. То есть, при геликобактерном гастрите мы, как правило, видим очень активный гастрит. Очень активный. Иногда эрозии. И это все преобладанием в антроме. Поэтому, зная все эти признаки, плюс эндокринно-клеточную, которую мы назвали, и псевдопилорическую метаплазию, то есть, когда фундальные железы становятся похожими на железоантральные. И при наличии комбинации этих признаков, с учетом, естественно, эндоскопических правильного описания и правильного взятия, мы в настоящий момент даже в заключении можем просто написать аутоиммунный метапластический или неметапластический гастрит. А ведь бывает такая ситуация, что аутоиммунный гастрит протекает на фоне инфицирования геликобактер пилори. В таком случае сложнее с диагнозом, да? Вот вам, морфологам. Смотрите, ситуация интересная. Вопрос очень интересный, правильный. Геликобактер сам по себе может быть триггером аутоиммунизации, то есть, аутоиммунного гастрита. И тут уже, наверное, индивидуально надо подходить каждому пациенту с учетом анамнеза и всего остального. Безусловно, мы все эти признаки в теле желудка должны увидеть. Но, по всей видимости, в этой ситуации, в антральном отделе, мы увидим признаки геликобактерного гастрита. Одно не исключает другое. То есть, в случае смешанных типов, мы можем их идентифицировать благодаря каким-то процессам именно в антруме. А чистые аутоиммунные гастриты, там антральный отдел, скажем так, имеет самые минимальные изменения, в отличие от тела желудка. То есть, если геликобактер пилори, это в большей степени антральный гастрит, мы можем догадаться, скажем так, по заключению морфолога, что здесь есть смешанные варианты. И, конечно, мы должны в этой ситуации пролечить. Самая большая проблема, наверное, опять-таки для нашей страны, что у нас редко кто берет биопсии, вот так, как мы сейчас обсудили, что отдельно в разные контейнеры биоптаты из антрального отдела, биоптаты из тела желудка. То есть, если правильно вам все отправить, вы это видите и можете нам... Потому что при одном биоптате тела желудка патологоанатом что он может сделать? Он может просто описать, что он видит слизистую желудку, что он видит воспаление, собственно, заключение и какой-то вывод, и вплоть до гистологического диагноза он сделать не сможет. Понятно. Ну тогда мы будем призывать всех и стремиться правильно брать биопсию, да, при, в общем-то, подозрении на даже не только на аутоиммунный гастрит. Любой гастрит требует правильного проведения биопсии. Да, и это не должно пугать наших врачей, терапевтов, клиницистов, ну и, конечно, эндоскопистов, поскольку нам как бы нужно... Зачем она нужна, биопсия? Для того, чтобы понять, на каком этапе находится пациент, допустим, на этапе каскада, корея, или какие-то другие изменения имеет, и в дальнейшем принять решение о... Частоте наблюдения. Вот давайте мы сейчас как раз про аутоиммунный гастрит. Есть у нас какие-то рекомендации, как часто наблюдать? Мы с вами сейчас много раз сказали, что это заболевание чревато развитием аденокарциномы, нейроэндокринных опухолей и так далее, и тому подобное. И это сразу пациента напрягает, и он хочет каждые полгода приходить на эндоскопию. Вот какие у нас серьезные, может быть, есть рекомендации на этот счет? Рекомендации есть, и даже российские рекомендации теперь, они очень свежие. И в соответствии с российскими рекомендациями аутоиммунный гастрит наблюдается ежегодно. Раз в год? Раз в год. До последнего времени, наверное, было крайне мало информации в отношении даже какой-то международной, в англоязычной литературе каких-то иностранных источников было очень мало. Пожалуй, европейские рекомендации, МАПС-2, там есть уже первые упоминания об аутоиммунном гастрите, который должен наблюдаться, и пациенты должны наблюдаться по тем критериям, по тем рекомендациям. Там, по-моему, было написано раз в три года. Да, раз в два-три года, то есть это такая... Достаточно редко. Реже, скажем так. Но дальше, например, относительно свежие данные Американского колледжа гастроэнтерологов в отношении ведения пациентов с атрофическим гастритом, там практически половина от советов вот этих положений посвящена именно аутоиммунному гастриту. Внимание на аутоиммунный гастрит, оно за последние несколько лет значительно выросло. Потому что мы в целом видим рост аутоиммунных заболеваний всех, и желудочно-кишечного тракта в том числе. Поэтому, наверное, и аутоиммунного гастрита становится больше, и не зря мы об этом говорим. Может быть, мы обратим внимание наших врачей, аудитории, и таких диагнозов будет больше верных, установленных вовремя. Так, теперь последний вопрос. Можем ли мы вылечить аутоиммунный гастрит? Как его лечить, Роман Олегович? Расскажите нам. Всегда пациенты спрашивают, когда все-таки устанавливаем диагноз аутоиммунный гастрит, что же мне теперь делать? Как правило, собственно, говоришь, что ничего, потому что все произошло. То есть атрофические изменения возникли, сформировались, и как-то вернуть это назад, сделать что-то другое достаточно сложно. У меня вопрос сразу. Каждый из этих пациентов мне задает, а как же мне теперь? Мне теперь надо пить ацидопепсин, крион, мизим, ферменты какие-то. То есть сразу понимание, что пища не будет перевариваться, и надо срочно лимон есть, там еще что-то делать. Вот на этот счет. Аналогичные вопросы задаются, я думаю, всем задаются. И в данном случае существует большая проблема только с одним нутриентом, точнее микронутриентом, который требует замещения. На сегодняшний день понятной стратегией лечения пациентов с аутоиммунным гастритом является заместительная терапия B12. При его дефиците, естественно. Поэтому необходимо точно мониторировать уровень B12, естественно, последствий этого снижения уровня B12, в том числе в отношении анемии, и соответствующим образом систематически, парентерально восполнять этот дефицит. Все остальное, скажем так, по клинической необходимости. Имеется в виду, если у пациента есть симптомы избыточного бактериального роста, это препараты кишечной антисептики. Если у пациента нарушение стула, соответствующие препараты тоже. То есть уже по симптомам мы должны определить клиническую необходимость тех или иных препаратов. Но повышать кислотность искусственно точно не нужно, поскольку иногда, редко очень, но мы видим таких пожилых пациентов, которым очень давно, в 80-е, в 70-е годы поставили гастрит с нулевой кислотностью, и они пьют кислоту, и тем самым пытаясь как-то улучшить переваривание, но кислота у них попадает в желудок через пищевод. И мы видим такие серьезные изменения в самом пищеводе, что лучше бы этого ничего не делать. Ну и самое главное, кислота или пепсин, например, они не играют какую-то совсем ключевую роль в пищеварении, в переваривании пищи, поскольку, да, кислота создает хорошие условия, например, для всасывания того же самого железа. И здесь мы имеем проблему всасывания железа, но, тем не менее, ничего страшного, мы можем это компенсировать по-другому. Что делает пепсин? Он, понятно, переваривает белок, но он делит белок на крупные фрагменты, чтобы потом легче это делать ферментом поджелудочной железы. Но я тоже говорю пациентам, что у нас еще большое количество протеолитических ферментов поджелудочной железы, 12-перстной кишки, и что ничего страшного с вами не произойдет. Вот. Еще один вопрос про гормоны. Очень много людей, поскольку аутоиммунное заболевание, да, есть такое представление, что его можно лечить с помощью преднизолона, дексаметазона. Вот что на этот счет вы можете сказать? На этот счет в 60-х, 70-х годах были соответствующие исследования, это очень старое исследование, где пробовали действительно группы пациентов с аутоиммунным гастритом лечить преднизолон. И на фоне относительно длительного приема преднизолона улучшалась всасываемость витамина В12, улучшался, вот точнее, профиль по витамину В12, но как только приостанавливался прием преднизолона, вся ситуация снова менялась. То есть речь шла теоретически о длительном приеме преднизолона, но препараты с большим спектром побочных эффектов, и в данном случае это совершенно не применяется и не практикуется, поскольку гораздо безопаснее и понятнее вводить парентеральный витамин В12, чем ежедневно принимать преднизолон, иметь все побочные эффекты преднизолона, и, скажем так, иметь серьезные последствия именно лекарственной терапии, а не того, что мы лечим. Так, еще можно самый последний вопрос. Все-таки пациенты хотят лечиться, они не могут. Как это так? У нас есть заболевание, а мы его не лечим. Поэтому очень часто вот я вижу назначение от других врачей, гастроэнтерологов, терапевтов препарата Рибомепит. Вот, все свято верят, что с помощью него можно как-то тоже улучшить картину, восстановить слизистую оболочку. Да или нет? Прекрасный препарат Рибомепит. Это вообще японский препарат, который был, активно применялся нашими специалистами из Японии для стимуляции заживления дефектов после эндоскопических резекций. Поэтому он даже применялся в эксперименте для введения последистых слоев при диссекции. То есть, чтобы быстрее заживали дефекты, раны. Чтобы быстрее эпитализировались повреждения. Поэтому, наверное, место Рибомепита, когда мы имеем повреждения, когда у нас есть серьезное ограничение использования ингибиторов протонной помпы, ввиду того, что практически нет субстрата приложения, и кислотность, как вы знаете, опять-таки совершенно гораздо, скажем так, нулевая. И ПАЖ очень высокая. Такую даже не создать при приеме современных ингибиторов протонной помпы. Но, тем не менее, думать о том, что Рибомепит позволит как-то восстановить слизистую оболочку и убрать атрофею, к сожалению, думать об этом на сегодняшний день не приходится. Ну, кажется, мы все с вами обсудили. Все вопросы, наблюдения, лечения, диагностика. Большое спасибо за очень увлекательную, интересную, такую глубокую. Я теперь поняла, какие изменения со стороны слизистой оболочки, что действительно диагноз можно поставить, установить, если грамотно провести эндоскопию, взять биопсию. И, наверное, мы будем призывать наших зрителей, что если у них есть такой пациент с аутоиммунным гастритом, что все-таки для наблюдения их отправлять в экспертные центры, где врачи знают, как выглядит нейроэндокринный опухоль, или вот эти изменения, чтобы не пропустить ранние формы рака, карциноиды и так далее. Да, это всегда сложный вопрос логистики пациентов и как их направлять, организации потока. Но, тем не менее, да, для того, чтобы правильно обследовать пациентов, нужны условия. Нужны условия и аппаратуры, и уровня врачей, которые выполняют эти процедуры. Вы совершенно правы. Ну вот я вижу тут вопрос, который мы, в принципе, уже обсудили. Как установить диагноз до развития анемии? Это мы сказали, что здесь нам помогают антитела, эндоскопия с биопсией. Анемия сама может ли быть фактором риска развития аутоиммунного гастрита? Нет, не может. Ну, скорее, нет, там противоположная связь. Да, то есть если у человека есть анемия, мы можем заподозрить гастрит, но анемия не может быть причиной. Есть ли связь с другими аутоиммунными заболеваниями? Мы сказали, что есть. Конечно, есть целый комплекс. Насколько часто при аутоиммунном гастрите встречается панкреатическая ацинарная ацинарная ациноплазия? Это к вам вопрос. Это к кексельной герой. Насколько я понимаю, это не специфично именно для аутоиммунного гастрита. Не специфично? Нет, не специфично. Нигде об этом не описывается. Понятно. Так, ну, я хочу сказать большое спасибо нашим зрителям за такие тоже глубокие умные вопросы. Мы, наверное, на этом будем заканчивать нашу передачу. Буду с нетерпением вас ждать на наших следующих выпусках. Большое спасибо нашим гостям. Всего доброго. До свидания. Спасибо за дискуссию. До свидания. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...